Всем привет! Сегодня мы будем вязать валенки на таком коврике. Это магнитики. Если цвет валенок поменять, то могут получиться интересные новогодние носочки. Вяжутся валенки и носочки по одной схеме. Я покажу вязание на пряже синего цвета, так как черное будет сильно отсвечивать. Набираем 2 воздушные петли и в первую набранную петлю вяжем 5 столбиков без накида. Затем тянем за наш остаток рабочей нити, чтобы не было отверстия. Теперь будем вязать по спирали и начнем. В воздушную петлю вяжем столбик без накида. А во все остальные столбики вяжем по 2 столбиков. Всего за второй ряд получится 11 столбиков. В каждый следующий столбик вяжем по 2 столбика без накида. Когда вязала второй ряд количество столбиков у меня равно 11. Теперь вяжем третий, четвертый, пятый ряд без убавок и прибавок. По 11 столбиков без накида в каждом ряду. Я провязала 3 ряда без убавок и прибавок по 11 столбиков в каждом ряду. У меня сформировался вот такой носочек нашего валенка. Теперь смотрите, мы вяжем следующую петельку соединительный столбик. Затем воздушную петельку подъема и сейчас свяжем 7 столбиков без накида. Затем в воздушную петлю поворачиваем наше вязание и теперь вяжем в обратном направлении также 7 столбиков без накида. Таким образом таких поворотных рядочков мы должны связать 5 штук. Я связала 5 таких поворотных рядов и теперь мы будем уже формировать нашу пяточку. Посмотрите, вот таким вот образом поворачиваем наш валенок и складываем пополам. Теперь нам необходимо сделать 3 стежка. Подхватываю ту петлю, откуда у меня выходит воздушная петелька и на другой стороне подхватываю воздушную петлю подъема. Протаскиваю рабочую нить через эти петельки и вяжу столбик без накида. Затем подхватываю следующую петельку на одной стороне, на второй, то есть мы сшиваем. Также вяжу столбик без накида и еще один, то есть всего три столбика мы связали. Вытягиваем подлиньше нашу петлю и вот так протаскиваем сквозь нее наше вязание и затягиваем. Теперь выворачиваем пяточку, управляем ее хорошенько, чтобы она выправилась. Вот что у меня уже получилось, такой вот башмачок. Дальше, смотрите, ровно к нашим швам поворачиваем к себе валенок. Вводим крючок туда, вытаскиваем нашу рабочую нить и делаем воздушную петельку подъема. Теперь по вот этому до кругу нашего тапочка мы должны связать еще 11 столбиков без накида. Посмотрите, вот здесь вот в центре у нас здесь есть три петельки. Вот именно в эту центральную петлю должен провязаться 6 столбик. То есть мы начинаем вязать по краю. Вводим крючок и провязываем столбики без накида. Вот смотрите, пятый я уже вяжу в этих петли. Получается, что в центр вяжу 6 столбик. Теперь вяжем еще пять столбиков до нашей воздушной петли подъема. То есть, как я уже сказала, получается 11 столбиков. Я завязала еще пять столбиков и теперь в воздушную петлю подъема вяжем соединительный столбик. Дальше опять воздушная петля и свяжем еще пять вот таких же рядов по 11 петель. Вяжем столбик без накида. Я провязала после того, как мы сформировали пяточку, всего получается 6 рядов столбиками без накида по 11 петель. Смотрите, завершила вязание, обрезала рабочую нить и оставила примерно 8 сантиметров. Сейчас мы маленько уплотним краешек нашего валенка. Посмотрите, я ввожу крючок в петельку, подхватив ее за обе стеночки и просто этот остаток рабочей нити протягиваю целиком и так в петлю. Затем ввожу следующую, за обе стенки я подхватываю и опять же протягиваю и так через все 11 наших петель. Теперь украсим наш валенок вышивкой. Для этого возьмем нитку мулине, я взяла в три сложения белого цвета. Посмотрите, поворачиваем наш валенок задней стороной к себе, там где идет шов из соединительных петелек. Мы будем сейчас вышивать на нашем валенке и нашу вышивку мы будем прокладывать. Получается, вот у нас последний ряд, вот в предпоследний ряд мы будем вышивать крестики. Получается, возле шва вкалываем иголочку с ниточкой прямо в эти отверстия, куда мы вводили крючок, когда вязали. Выдергиваем нашу рабочую нить и одеваем. Бусинку матовую любого цвета, у меня красного. Смотрите дальше, что мы делаем. Вот видите, вот они идут два столбика. Пропустив два столбика, мы вот так вот вниз, чтобы такая линия наискосок получилась. То есть прямо в те же отверстия, куда вводили крючок. Косая линия вот такая должна получиться с бусинкой. Дальше вводим сверху, вот получается, смотрите, вот где у нас вышла наша ниточка и сверху, где есть отверстие, куда мы вводили крючок, когда вязали. Дергиваем нашу нить. Дальше опять нанизываем на иголочку бисер. Посмотрите, отсчитываем от этого места два столбика. Диагональ получается через два столбика. И опять сверху вот здесь вот выводим нашу иглу. То есть вот проводим диагональные линии по всему валенку. Посмотрите, как у меня получилось. Вот здесь сзади я уже бусинку не ставила. Потому что этой стороны мы все равно пришьем на швале на коврику. И теперь, смотрите, вот у меня идет вот здесь вот она последняя ниточка. Я ее затягиваю, ввожу иголку сюда вот вверх, откуда у меня уже идет белая нитка. И теперь, смотрите, будем делать такие крестики, вводим в бисер нашу ниточку, выдергиваем. И чтобы получился крестик, вот сюда вот вниз опять же, где у нас уже выходит нить. То есть вот такие вот крестики должны получиться и бисеринка будет держать вот это вот перекрестие. Посмотрите, что у меня получилось. Теперь можно закрепить нить и обрезать. И наш валеночек готов. Точно так же мы будем вязать и второй валенок. Теперь приступим к вязанию коврика. Для этого наберем 5 воздушных петель. И начиная со второй от крючка петли свяжем 3 столбика без накида. Подхватываем только одну стеночку. В последнюю петельку пятую нашей цепочки мы свяжем 3 столбика без накида. Таким образом наше вязание как бы подкручивается. Подтянем, чтобы не было отверстие. И сейчас мы будем вязать вот по этим вот полу петелькам, которые у нас остались. Сейчас мы свяжем 3 столбика без накида. И соединительный столбик в воздушную петлю. Дальше мы берем нить другого цвета контрастного. У меня голубая. И протаскиваем ее сквозь петельку. Вот так розовую ниточку затягиваем. Вяжем воздушную петлю подъема. В следующую петельку вяжем 2 столбика без накида. Затем вяжем 2 столбика по одному в каждую петельку. В следующую петлю опять прибавка из 2 столбиков без накида. Затем 1 столбик. Опять 2 столбика. Делаем прибавку. Дальше вяжем 2 столбика по одному в каждую петельку. И опять прибавка. Чтобы соединить вязание туда, откуда идет воздушная петля подъема, провязываем столбик без накида. И берем обратно нашу розовую нить. Протаскиваем ее сквозь голубую петельку, а голубую хорошенько затягиваем. То есть опять вяжем воздушную петлю подъемом. В следующие 2 петельки вяжем прибавки из 2 столбиков без накида. Затем вяжем по одному столбику. В каждую петельку вяжем по прибавке из 2 столбиков без накида. Сюда вяжем только 1 столбик. И опять идет прибавка. Прибавку по 2. Довязываем таким образом до конца ряда. Вот что у меня уже получилось. Опять там, где у нас воздушная петля подъема, провяжем туда столбик без накида. И меняем опять нить на голубую. А розовую петельку затягиваем. Сделаем воздушную петлю подъема. Теперь посмотрите в прибавку, которая шла в предыдущем розовом ряду. В первую вяжем просто столбик. Затем делаем прибавку из 2 столбиков без накида. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Я провязала 6 столбиков. Первую прибавку прошла розовую. У меня вторая розовая прибавка. В эту петельку провяжем еще одну прибавку из 2 столбиков без накида. Затем идет просто 3 столбика без накида. Затем опять прибавка. Затем вяжем 6 столбиков без накида и опять прибавка. Я провязала прибавку 6 столбиков и прибавку. Затем вяжем просто 1 столбик в следующую петельку. И столбик туда же, откуда идет воздушная петля подъема. И все, и меняем нить на розовую. Голубую затягиваем, делаем воздушную петлю подъема. И теперь свяжем 2 столбика без накида. Затем прибавка идет из 2 столбиков. Дальше мы вяжем 6 столбиков без накида. 6 столбиков провязаны. Дальше опять прибавка из 2 столбиков без накида. И провяжем 5 столбиков без накида. Затем опять вяжем прибавку из 2 столбиков. И дальше 6 столбиков без накида по одному в каждую петельку. Далее вновь прибавка из 2 столбиков. Затем вяжем 2 столбика без накида. И опять же в нашу петлю подъема подвязываем столбик без накида. Меняем нить на голубую. Розовую петельку затягиваем. Начинаем с воздушной петли подъема. Это будет последний ряд нашего коврика. Я вяжу сначала 2 столбика. Подхожу к прибавке. Здесь удваиваю столбики и следующую тоже удваиваю. Так каждый угол мы провяжем. В каждый угол у меня по 2 прибавки в каждом углу. Сейчас я вяжу 2 столбика без накида по одному в каждую петельку. И опять же сюда в нашу воздушную петлю подъема также столбик свяжу без накида. Теперь мы можем обрезать обе рабочие нити и закрепить их. Вот что у меня получилось. Я использовала метод незаметного завершения вязания по кругу. На видео урок будет ссылка в описании. Поворачиваем коврик изнаночной стороной к себе. Отрезаем от рабочей нити небольшой кусочек. И сейчас мы сделаем кисточки нашему коврику. Можно начать с любой петельки. Вводим крючок. Подхватываем туда нашу рабочую нить. Вот так вытянули петельку. И теперь в эту петельку обе ниточки мы должны задернуть. Посмотрите, что получилось. Оставим небольшой кусочек по 7 мм. И подрезаем. Такая кисточка получается. Из голубой нити эти кисточки мы сделаем в каждую четвертую петельку. Сейчас начнем с этой петли с изнаночной стороны. Так делаем кисточки по всему периметру нашего коврика. Посмотрите, я уже вдернула все голубые кисточки. В одном месте у меня получилось более маленькое расстояние между кисточками. И теперь между голубыми кисточками в серединку мы делаем точно такие же кисточки только из розовой нитки. Вот такой вот коврик у меня получился. Я уже зафиксировала при помощи нитки иголки наши маленькие на коврике и приклеила с обратной стороны магнит. На этом наш мастер-класс подошел к концу. Если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!